Гей-яськи, ребята, меня зовут Фолайос, и сегодня мы с вами проходим новый челлендж. Челлендж называется 8 марта. В общем-то, в нём будут участвовать только лишь одни персонажи-девушки. И его предложил никто иной, как Александр Мэлор. Это мой давний подписчик, наверное, один из самых давних моих подписчиков. Спасибо тебе, Александр, большое за это. Вот твой комментарий. И, собственно говоря, мы будем приступать к прохождению челленджа, который ты мне предложил. Что ж, ребята, давайте начнём. В общем-то, в команду мы можем брать только исключительно одних девочек. Так, ну что ж, начнём мы со здания. Честно говоря, ну здания, они вроде тут все как бы мужского рода или среднего. Я не знаю, в общем, поэтому здание я возьму какое-то, ну просто какое-то прикольное. Вот это, допустим, человеческое здание, эпичная карта, в общем, как-то так. Так, поначалу давайте возьмём более слабые карты, потом более сильные. Ну или вообще сколько тут девочек. Так, ну что ж, Ланскнехт первая у нас. Девушка. Девушка-воин с копьём. Мощная, серьёзная, непобедимая. Далее у нас идёт лучница. Тоже очень хорошая воительница. Ниндзя, ребята. Ниндзя. Ну, я, честно говоря, не знаю, девочка это или мальчик, но... Ладно, давайте так. То, что сомнительно, не будем брать. Возьмём таких явных женщин. Так, кто у нас тут ещё? Девушка-воин. Конечно же, ребят. Конечно же, жрица. Жрица, которая будет восстанавливать нам здоровье. Ребята, без неё никуда. Ну и, собственно говоря, давайте. Ну, босс. Босс у нас тут, ребята, единственная... Единственная богиня солнца. Она тут у нас как бы одна и неповторимая. Ну и танкующий какой-то персонаж, ребята. Вот с ним проблемка. Я не знаю, это у нас толкатель, но он не сильно на девушку похож. Вот это вообще пришелец-страж. Кто его знает, кто он такой? О, ребята, у нас же есть Некра. Некра это какая-то, видимо, в прошлом ведьму или что-то такое. Ну, в общем-то, более женских персонажей я здесь не вижу. Ну, что ж, давайте начнем проходить, ребята. Так, давайте... Ой-ой-ой-ой, как мы, ребят, смотрите, в морозном каком-то мы мире. Ой, как же холодно тут, ё-моё. Так, ладно, жрицу мы проапгрейдим. Здание, как оно называется? А, собор. Собор мы тоже проапгрейдим. Он дает, ребята, поле защитное, которое наносит урон фрагами. Вот, ребята, крутая штука. Так, ну ладно. Что ж, танковать, значит, будет у нас... Ну, кто у нас будет танковать? У кого самое большее хп? Ну да, наверное, копьеносец. Да, к сожалению, да. Ну ладно. В бой, ребята. Будем проходить сейчас обычные уровни. Мы остановились на вот этом 45-9. Поглядим, на что способны наши воительницы. Так, 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 как, ребят. Смотрите, рыбки, фонтанчики тут. Ой, как классно. Ну и вызываем. Так, ну, против нас тут слабачки, на самом деле, поначалу будут. Поэтому особо можно будет не... Эх, слабачки, да не слабачки, ребята. Ух ты, иха. Так, ниндзя это далеко не слабачок, я вам скажу. Ниндзя это очень имбовый персонаж. Честно говоря, не знаю. Ну, меня девушку напоминает. Ниндзю-девушку почему-то. Не знаю почему. А кто его знает, кто это на самом деле. Поэтому, ладно, давайте нам, наверное, босса уже пора вызывать. А то что-то без него тут тяжко. Совершенно тяжко, ребят. Так, есть. Ну, хотя, может, мы даже и без него справимся. Ну, мы ее вызвали. Нашу богиню солнца. Да, кстати говоря, челлендж я покажу, конечно, не 8 марта. Немножко я опоздал. Но, в общем-то, какая разница. Уважим наших немногочисленных девушек-воительниц, как говорится. И так. Вроде, вроде они побеждают, ребята. Все-таки. Ну, на самом деле, это не слабая команда. Далеко не слабая. Единственное, что, конечно, отсутствуют девушки-танки. Но это уж такое, ребят. Это мелочь. Ну, ничего страшного. Копьеносец у нас будет, скажем так, отдуваться за танка. Отлично. Ребята, вот такие карты мы собрали. И, в общем-то, мы идем дальше. Сражаться с боссом. А босс у нас кто тут? Эй, ребят, босс тоже будет. А, не, босс бог ветра у нас тут будет. Ага. Бог ветра и богиня солнца. Кто же победит? Посмотрим. Так, 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 так. Ну, блин, конечно... А, ну, победим мы, ребят, скорее всего. Потому что у нас есть лучницы. Лучницы — это отличный контроль бога ветра. Потому что бог ветра держит нас постоянно на расстоянии. Ну, что ж, окей. Для расстояния у нас есть лучницы. И они, собственно говоря, справятся со своей задачей. Так, делаем, ребята, вот так. И некроманта сразу. Все, отлично. Теперь-то... Ай-яй-яй-яй. Тихо. Хватит нас бить. Ой-ой-ой, ребят. Так, ладно, надо, наверное... Что? Нет! Не-не-не-не-не-не-не! Стоять, стоять! Не надо, не надо уничтожать здание мое! Негодяйки вы такие! Эх вы ж! Так, давай. Вот он, бок ветра идет, ребята. Побольше лучниц сейчас. Сейчас побольше лучниц нужно. Так, ну, покоцель наше здание, но да ничего. Это, в принципе, не страшно. Так, прожали суперспособность здания. Хорошо. Ну, все, все, ребят. Вроде у нас все на мази. Может, даже во время уложимся. В принципе, богиня-то мы вызвали. Блин, а слушайте, бок ветра вместе с черепахами. Это неплохая комбинушка, ребят. Это комбинация очень даже крутая. Потому что получается так, что мы держим врага на расстоянии и стреляем из-за спины вообще там независкаемой зоны. Крутая штука, ребята. Крутая. Так, ну что ж, хорошо. Победа, ребят. В принципе, хорошая победа. Так. Так. Тигр и богиня. Санс карта попалась. Что ж, ребята, все. Вот мы и прошли эту зону. Ну, тут, конечно, только два мира было, но все же. Все же, да, вот черепаха нам и храмовый пес выпали. Так. А далее, ребята, далее. Кстати, да. Насчет арены. Почему я не играю в арену? Да потому что я все еще... Ну, давайте сейчас сыграем, конечно, в арену. Но это скорее ради прикола. Потому что у меня слишком маленький ранг. И все враги, которые у меня здесь попадаются, они слишком простые, слишком легкие. Поэтому, ну, вот я сейчас вам покажу, как я играю на арене. И это... Это... Я даже не буду прокачивать особо. Мне кажется, вот одна... Одна это вытащит копьеносец весь этот бой. Вот вы просто посмотрите. Слишком тут легко. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Собачка-то че? Слишком здесь легко. Ну, не то, чтобы слишком легко. Но если вот так вот троих вызвать, это... Смотрите, как мы с боссом сейчас справимся. Он даже не успел ничего сделать. Вот и все. И мы на первом месте, собственно говоря. Вот сколько мы тут набрали? 378 тысяч, ребята. Ну, это... Это... Да. Пока что так, но... Скоро я попаду в бриллиантовую арену. И тогда, ребята... У-у-у... Тогда будет... Будет всем не сладко. Тогда будем сражаться, скажем так, постоянно на грани. На грани победы и поражения. Так, ну что ж, ребята. Битв 45-11. Роботы. Роботы, роботы, роботы. Так, ну... Чё, давайте, роботы, с вами сражаться. Так, вот, плохой робот. Эх, да. Ну, ладно. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Просто этот робот хороший очень, танк и... Блин, очень сильный. И прям, прям, прям вот. Блин, еще эта пушка БФГ пьет, бьет. Ну, не по всем она бьет, но... Очень больно может пробивать. Ладно. Вперед, вперед. Вперед, дамы, в атаку. Так, ну, вот и все. И изи вин, ребята. Изи победа. Так, давайте последнего. И заколбашивайте задание врага. Отлично. Не, копьеносцы классные, ребята. Ну, в общем-то, эта команда классная во всех отношениях. Кроме того, что ей нужен разгон. Вот она такая, скажем так, сразу аномала, что может сделать. Но зато потом, ребята, зато потом... Да, никому не поздоровится. Ладно, ладно. Идем дальше, ребята. Идем дальше. Так, что тут у нас? Блин, молотильщик, ребят. Вот этот робот с пилой спереди. Хитрая штука. Ну, да ладно, ладно, ладно. Идем дальше. Ой, смотрите, ребята. Обратите внимание на фон. Какая здесь картинка такая прикольная. Ай! Вид фабрики такой. И нет. Запилил нас, ребята, этот робот. Зато смотрите, блин, нашей ланскнехты так мало у здоровья, что ее практически мгновенно восстанавливает ей здоровье жрица. Это прикольно. Так, ну ладно. Восстанавливать здоровье это круто, но нам надо его еще количество достаточно иметь. Это самое главное. Так, так, ребята. Ну, в общем, да, победа. Да, ну, слишком, наверное, просто здесь нам было. Все, конец. Конец этой истории. Но мы начнем другую. Так, три карты, три карты. Кстати, вот хорошо, что они сделали, что вот таким вот образом карты можно теперь набивать. Это очень круто. Теперь, кроме тренировок, еще и тут можно карты собирать. Так, далее у нас тут, ну, бомбер добавляется. Ну, бомбер это лучше, чем молотильчик. Молотильчик совсем уж ужасная карта. В общем-то, мы с ними, у нас чуть больше сейчас уровень, но далее у нас будет поменьше уровень. В принципе, он очень долго тут качается, ребят, у меня 88 уровень уже очень долго был. Но это потому, что я всякие челленджи проходил, а не проходил нацелено, скажем так, вот эти вот карты. Ну, точнее, вот эти вот миры, как это назвать мир, не знаю. Так, все. Нет, ну это не все, ребята. Это нам сейчас будет все. Крышка. Нет, крышки нам не будет, мы вызовем богиню нашу. И она за всех отдуется. Она всем покажет, где роги зимуют. Так, надо некромантиков побольше вызывать. Блин, я там пропускаю ману, которая выпадает с наших врагов. Не надо бы этого делать. Блин, очень стихильенький состав. Но, ребята, если, если они разогонятся, да, если мы накопим достаточно количество воинов, то все. Вот, в принципе, видите, с богиней солнца у нас уже все идет как по маслу. Ну, не то, что как по маслу, но довольно быстро мы побеждаем наших врагов. Что? Нет, всех очистили. Поле очистили от наших воинов. Не надо так делать. Нет, богиня. Эх, ладно. Так, ребята, напряжу, оненький бой. Ну, мне нравится такое, когда все на грани. Когда все не очевидно далеко. Ну, ой-ой-ой-ой, повезло нам, ребята. Повезло, способность дали нам. Отлично. Так, эта способность нас мега ускоряет. И еще торнадо нам дали. Ой, как замечательно. Не знаю, какой там шанс выпадения на торнадо, но я так понимаю, что чем дальше мы заходим, тем, ну, скажем так, больше шанс выпадения этого торнадо. Так, еще чего-то. Так, 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 ребята. Так, все, победа, победа, победа. Без всякого вообще побед. Так, мы продолжаем. И начинаем открывать карточки. Ну, в общем-то, одну только карточку мы открыли, собственно говоря. Так, 88-й против нас левел. Вот теперь мы уже точно... А, 89-й. Почти на равных. Наверное, может, давайте я заменю главное здание. Нам не хватает скорости. Возьмем-ка мы... Ммм, что-то такое прикольненькое. Что-то взять бы такое. Склеп, может, пил. О, давайте вот эту черепушку возьмем. Дом тоже давно и не использовал. Будем всех звать к себе, притягивать врагов. Отличная штука. В общем-то, у нас дальний бой в основном-то, да. Но это не помешает. Как минимум, ребята, это не помешает. Так, продолжаем. Наступаем. Вот, смотри, какие тут какие-то... Какие-то, не знаю... Развалины. Работотические, ребята. Развалины тут. Давай раз, ударчик. Я... Нет, 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 нет. Так, делаем вот так и уничтожаем всех. Всю эту шелупонь, которая нам мешается. Негодяи. Такие. Давайте еще ману качну, наверное, и буду вызывать уже богиню. Ее пораньше, конечно, надо. Чтобы вот такого не было, на самом деле, ее надо пораньше вызывать. Штяк, крутое здание. Вот оно сейчас пятизвездочное и практически каждый раз с суперспособностью заряется. Ну, там, страх у него, суперспособность. Он может отпугивать врагов наших. И они бегут просто с поля боя. Вот таким вот образом. Опа. Хе, круто. Так. Ну, этим составом мы справимся? Или еще мне кого-то вызывать? Я думаю, справимся. Ладно, давайте еще двоих. Ладно, трек. Оооо. Ну, видели, ребята, что было? Робот ультанул. И всех просто уничтожил. Вот это да, ребята. Вот это суперспособность. Просто одним ударом все наше войско снес. Ну, это очень хороший воин. К сожалению, один на один он особо так ничего из себя не показал. Но, блин, ребята, это, конечно, блин, очень тяжелые бои на самом деле. Да уж, девчонки. Но девчонки наши не сдаются. Они крепкие. Они еще дадут фору ребятам нашим. Поэтому все нормально, ребят. Так. Так. Давай, давай, давай. Богиня солнца. Ой, торнадо, наконец-то. Она нам попалась. Ну, в общем-то, оно нам и помогло. Но я думал, мы бы и так справились. Поэтому все нормально. Так. Ну, одну карту всего лишь, ребята. Одну мы выбираем. Ооо. Термин 9000. Это как раз таки то, что нам нужно. Ну, что боссов нам как раз очень карт не хватает. Практически у всех боссов нам не хватает карт. Так. Ууу. Практически все 89 уровня. И тут, ребят, фоллаут. Противная штука фоллаут на самом деле. Ну, давайте сейчас так. Я попробую вначале вызвать босса. Вот прям, прям сразу сходу. Ну, не знаю, что нам это даст на самом деле. Не, не, даст это нам много. Потому что босс может сам потанковать. Ну, и урона колоссальное количество наносит. Так. Погнал. Погнала богиня. Ты сможешь. Давай, 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 давай. Мы тебе немножко поможем тут. И где-то... Не, ну все нормально, ребят. Все, с богиней должно пойти все хорошо. Нам главное успеть, чтобы фоллаут не натворил беды, ребята. А то фоллаут такой проказник. Он, кажется, медленный. У него нет урона. Но в то же время он просто... Вот так просто мы его сделаем. Зморозим и все. Да, фоллаут еще... А, ну все, ребят, мы разобрались с фоллаутом. В общем-то, ничего страшного нам не сделает. И вторую богиню. Так, вторую богиню успеем мы? Да, успеем, ребята. Смотрите, идет еще одна. Все. Ну, слушайте, видите, чем дальше дистанция боя, тем для нас лучше. И тем нам просто не уступает вообще ничто. Так, хорошо, ребята. Робот. Давайте терминусы нам нужно. Терминус 9000. Нужная штука. Ну, БФГ пропустили. Ну, БФГ у нас, в принципе, и так уже пятизвездочная. Поэтому не особо важно. Открываем сундук. И что здесь будет? Бац, 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 бац. Ну, нормально. Такая награда. Так, ребят, ну что ж, последняя зона против будет людей. А что? А, нет, против нежки. У, перепутаю немножко. Тут мы уже... Я не знаю, в конце мы, наверное, с 90-м уровнем, скорее всего, будем сражаться. Или даже больше. Потому что тут уже мы начинаем со сражения с каким-то 88-м уровнем. Даже вот так, ребята. Это круто. Так, ну что ж, ребята. В принципе, в принципе, давайте мы еще вот этот боек сыграем. Хочется мне попробовать против более мощных сыграть. Посмотреть на что способны наши девчонки. Так, и тогда уже буду думать, наверное, надо будет как-то уровень апгрейдить по-быстренькому. Ну, что так не годится никуда. Ага, ну тут смотрите, какая ситуация. В принципе, урона у этих парней не сильно много. Да. Блин, тут этот склеп, он может нам немножечко подпортить жизнь. Но ничего, у нас, в принципе, похожие составчики. Опа, торнадо. На 400 маны, ребята, выиграл. Вообще изи. Изи, 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 изи. Слаживайся, разрушайся. Есть. Все, конец лет. Да. Ну что ж, продолжаем. Продолжаем. Открываем. Так, и так. Что мы имеем? Так, я хочу посмотреть, какие уровни будут дальше против нас стоять. И это уровни... Ага, 89. Да, то есть 90 уровень, ребята, мы увидим в следующей серии. Это вообще, ну, на мой взгляд, сотый уровень здесь максимальный. Но, кто его знает, возможно, есть и дальше. Потому что, когда я сражался в бриллиантовой лиге, там были вот уровни, в принципе, как у меня сейчас. Там 88-е. И все такое. Кстати, давайте... А ну-ка. А мы можем? Да, мы можем картинку поменять, ребята. Ребята, аватарку давайте мы поменяем на какое-нибудь другое что-нибудь. Я хочу на вот этого босса поменять. Смотрите, он у нас 5 звезд, значит, теперь красавчик. Ах, красота. Все, теперь вот таким мы будем парнишей. Ну что ж, ребята, в принципе, все. Вот такой вот у нас получился челлендж 8 марта, в котором участвовали только одни девчонки. Поэтому, ребята, если вам это понравилось, то вы обязательно ставьте лайк и пишите в комментариях, какой следующий челлендж мне поиграть. Хотя нет, ребята, не пишите. Я знаю, какой будет следующий челлендж. Будет 2 челленджа. Мы соберем лучшую колоду и мы соберем худшую колоду из всех возможных карт, которые только есть. Ну а на этом все, ребята. Adios, amigos.